Всем привет! Я знаю, что прошлое видео получилось более тихим звуком, поэтому на всякий случай, поскольку я не знаю, в чём причина в новом телефоне, в том, что у него какие-то поехавшие настройки, или в том, что я склеивала в программе два кусочка одного видео и не отладила там сам по себе звук, я на всякий случай предупреждаю, что если что, возможно, вам придётся сделать видео погромче или слушать его в наушниках. Короче, сорян, я не знаю, что здесь делать. Если всё окей, напишите мне, пожалуйста. Я хотела сегодня, да, у меня сегодня выходной, наконец, я хотела снять два видео, первый из них будет про покупки, и, скорее всего, вы увидите его, это вот оно и будет, и вы увидите его после второго, который я буду снимать, когда я наберу сил. Вот, это, да, и второе видео, которое вы увидели в первом, это видео про книжные планы и такой currently reading. Покупки. Точнее, это и покупки, и подарки, и всякие ништяки, которые я покупала себе на день рождения и около того, потому что мне очень сильно это всё хотелось. И я вообще думала разделять его на два видео тоже, потому что у меня бы получилось такое, знаете, странные книжки и книжки, которых все говорят и которые я хотела. Начну я со странных книжек, они все очень необычные, они все очень интересные, я их все очень сильно хотела, некоторые я не хотела, но мне их показали, и я сказала, что я их хочу. И это немножко такой, знаете, мне кажется, мой канал очень амбивалентный. С одной стороны, я читаю всякие модные Young Adult и очень люблю романтическое фэнтези и вот это вот всё, а с другой стороны, я очень люблю всякие сратые вещи, сратые в хорошем смысле, которых знает три с половиной человека, один из которых это я, а второй это человек, который мне эту книжку продал в магазине. А третий человек, это издатель этой книжки и ещё половинка человека, это тот, не знаю, тот грузчик, который книжки разгружал. Вот, но это, знаете, это такая странная часть моей идентичности, я не всегда эти книги успеваю прочитать, мне очень важно обладать ими. Но мы все знаем, что покупать книги, читать их, это два разных виду хобби. Короче, странные книжки, часть первого этого видео, опасные советские вещи. Во-первых, это «Культура повседневности», это моя любимая серия нового литературного обозрения, я влюблена в неё, я собираю её, но собираю я её по большей части про европейскую культуру повседневности прошлого, потому что это прекрасные книги по матчасти, если ты пишешь фэнтези. Вот, и книги про советскую повседневность, которых у них тоже немало в этой серии, я как-то старательно обходила, потому что, ну, не особо я, скажем так, хочу в этом копаться. Так как-то вот сложилось до тех пор, пока я не начала читать на букмейт «Опасные советские вещи». Что это такое? Во-первых, сразу, не пугайтесь, это не такая, как бы, не книжка, где всё плохо, нет, это книга про городские легенды. Я думаю, что многие из вас из детства, ну, всё-таки по статистике я вижу, что мои видео смотрят люди, которые плюс-минус одинакового возраста со мной, это люди, чьё детство пришлось на постсоветские годы, такие ранние. Короче, я думаю, что многие из вас помнят эти прекрасные истории про пирожки с ногтями и про то, что какие-то вещи нельзя было покупать на рынке и вот эти вот все ритуалы запрета табу. Это оно, это книга про городские легенды, про то, почему они появлялись, как они развивались, где они бытовали. И я не дочитала её на BookMate, я купила себе её в бумаге, потому что я поняла, что я очень-очень-очень сильно это хочу. Мне это интересно как история городских легенд, мне это интересно как книга, которая раскрывает принципы появления городских легенд. Городские легенды и заигрывание с мистикой города я очень люблю, поэтому она у меня есть. Ещё одна странная книга, которую я очень хотела, это Марбакка с Эльмой Лагерлёв, её переиздали, я очень этого ждала. Это биография, автобиография с Эльмой Лагерлёв, она очень нежная, очень прекрасная, очень тёплая. И, в общем, есть ещё девочка из Марбакки, я надеюсь, что её тоже переиздадут, я обязательно её куплю. Это маленькое, незнакомое для меня издательство, Black Ship Books. До этого книга выходила у корпуса, её уже, к сожалению, нигде не найти. Ну, в общем, нежно прижимаю к сердцу, страшно ждала, и вот мы здесь. Так, теперь, что я вам ещё должна показать? Я должна показать вам Радина. Это новый роман Лены Элтонг про писателя. Ну, Элтонг, как всегда, если у него хоть что-то новое, что случается раз в шесть лет, раз в семь лет, раз во сколько-то лет, я бегу, скачу и покупаю. Это альпина, проза. У них сейчас выходит очень много всего хорошего. Я жду у них Сата, я жду у них другие романы Элтонг, которые они уже анонсировали, что они выйдут летом, они выйдут чуть позже. Прям страшно рада, потому что, по сути, они сейчас издают всё то, что я люблю, и издают это очень красиво. У них очень красиво издаётся Алексей Иванов. Я думаю над тем, что, наверное, мне нужно докупить какие-то его книжки. Ну, и, собственно, Радин. Мне, знаете, мне так нравится его обложка, потому что, вообще-то, это мост человека, проходящего по мосту. Но выглядит это как будто бы такой небольшой обрезанный кусочек плёнки. Вот, собственно, я не знаю, что он говорит про Элтонг. Это человек, стиль которого я считаю одним из самых прекрасных способов письма. Человек, который создаёт романы очень сложные с точки зрения стилистики, с точки зрения повествования. Человек, который говорит через ненадёжных рассказчиков, почему я люблю этот приём очень сильно. Который мифологизирует восхитительно всё, что можно мифологизировать. И книги, которые я не могу читать с насколько, потому что они очень такие вязкие, тягучие, глубокие. Короче, последние несколько лет мне не хватало интеллекта, чтобы читать Лену Элтонг. Я когда была в Вильнюсе, я надеялась с ней встретиться, но, к сожалению, не сложилось. Но я нашла на аллее… В Вильнюсе есть литературная улица с табличками, посвящёнными разным писателям, которые жили, творили в Вильнюсе. И там есть табличка имени Элтонг. Не совсем табличка, там выложены галькой фазу луны. И я увидела сначала фазу луны, потом я прочитала, что это, и такая, да, это то, что надо. Вот, короче, дико счастливо, дико рада. Ещё книжки. Наверное, стоит показать эту книгу в следующей половине этого видео, но я её показываю здесь. Это «Львы Айра Сана». Кея очень хотела почитать, потому что многие мои знакомые читали Кея, очень его любят. И единогласно говорят, что читать нужно… Ну, скажем, они единогласно говорили мне, что начинать нужно с этой книги. Это серьёзная историческая фэнтези, так что показывается в этой половине видео. С этой книгой связана очень смешная история. Я не очень люблю делать предзаказы, потому что обычно предзаказ сжирают у меня доставку, и вообще непонятно, когда он придёт, и вообще чёрт знает, что это такое. Вот. Ну, после, собственно, «Львов Айра Сана» я начала делать предзаказы, потому что книжка висела в лабиринте в состоянии предзаказа. Долго-долго-долго висела. Я ждала, когда же, наконец, она появится, и я смогу её заказать. Уже не на предзаказе. И тут, хлыбыч, она отовсюду исчезает. И её нигде нет. Я пытаюсь заказать её в буквоеде. Буквоед мне трижды отменяет мой заказ, отменяет не моё бронирование. Я плевю на всё и покупаю её на Азоне за… Ну, как бы цена там была сравнима с тем, сколько она стоит без скидки на Буки или на Лаби, короче, где угодно. И через пару недель книга появляется всё-таки везде, даже где-то появляется дешевле. Я, конечно, смотрю на это вот так вот. Ну, да ладно. Короче, по всей видимости, из-за того, что сейчас очень сильно трясёт рынок и трясёт производство, у них была проблема с печатью. Они напечатали, возможно, недостаточно или отгрузили недостаточно. Но было ощущение, как будто бы книжка появилась и тут же исчезла. Я, честно говоря, сильно испугалась. Вот. Ну, в общем, теперь она у меня есть. И давайте пойдём дальше. Книга, которую мне подогнали её издатели, это издательство «Городец». Их под серия, наверное, которая называется… Сейчас я вам скажу точно. Союз охраны психического здоровья. Они издают книги по психологии, скажем так, проверенные. То есть либо проверенный научпоп, либо книги более серьёзные. Короче, я выкрасила у них «Посетителей счастья». Эта книга про депрессивные расстройства и про то, как с ними справляться. Выглядит она, честно говоря, не так, как большая часть книг по психологии, которые вы у меня видели, потому что она похожа на учебник. И, ну, она довольно академичная. Почему? Потому что я вообще планирую снять вам видео про книги, которые помогают спасти рядового кукуху. Я сейчас к нему готовлюсь. Там будут книги, которые я читала сама и которые мне действительно помогли. И книги, которые я ещё не читала или я их только начинала читать, но они у меня есть. Они куплены по рекомендации людей, которым они помогли. Вот. И эту книгу, ну, поскольку я увидела её в тот момент, когда я ходила с мыслью про это видео, я такая, да, мне нужно её как минимум полистать, чтобы вам её добавить и про неё тоже рассказать. И следующая история про то, как я, собственно, пошла в «Весь голос». Это магазин, который принадлежит издательству «Городец». Ну, там есть не только книги «Городца», там, в принципе, много чего клёвого. И потратила там хорошую сумму, потому что это был мой подарок сегодня на день рождения. И я купила странные книги. Давайте мы их с вами вместе посмотрим. Две самые красивые покажу в конце, ну, в конце этой части видео. Начнём с не самой странной. Это Шон Байтл. Семь типов людей, которые можно встретить в книжном магазине. У каждого книжника есть нежное отношение к книгам про книги и книгам про книжников. Я не исключение. У меня есть диковинные диалоги в книжных магазинах. У меня есть дневник «Книга торговца». У меня есть в любимых сериалах «Блэк Букс». У меня есть какие-то книги про библиотеки. У меня есть книга про букинистические магазины. Короче, много-много-много всего. Иногда это покупается не потому, что я собираюсь это читать, а потому, что я это хочу, потому что это коллекция. Вот. Байтл — это известный довольно мэн. Он написал дневник «Книга торговца», записки «Книга торговца». Он владеет книжным магазином в Англии, в Шотландии, если быть точнее. И какое-то время ввел в запрещенной мини-сети, в одной из, что-то вроде дневника, описывая, что происходит с ним и с его магазином, каких людей он встречает, so on. Он довольно саркастичный, как, наверное, все книжники, потому что при том, что мы довольно эмоциональные и эмпатичные люди, у нас вырабатывается некая доля здравого скепсиса и даже цинизма по отношению к культуре. И я просто чувствую родственную душу, когда я читала книгу «Книга торговца». Но при этом, когда ты читаешь то, что он описывает, то, как он рассказывает, ты понимаешь, что он не полнейший мудак. Вот. У него есть и эмпатия, и все остальное. Короче, мне он очень понравился. И я еще не купила себе вторую часть записки «Книга торговца», но я увидела вот эту штуку и поняла, что она мне нужна. Потому что, скорее всего, я найду там жезовые штуки и типажи, которых я сама встречаю. Едем дальше. «Рафаэль Жерусальми. Братство охотников за книгами». Это издательство Ивана Лимбуха, которого регулярно путают с «Лимбус Пресс». «Лимбус Пресс» путают с ними. Это два камерных питерских издательства, близких по духу, но разных по издательскому портфелю. Я, кстати, думала, что она будет большего формата, но она вот такая. Почему? Я ходила вокруг нее очень долго, и я ее не покупала, несмотря на все. Потому что это книга про Франсуа Виона. Я, скажем, на втором курсе... Нет, на первом курсе, когда у нас во втором семестре была средневековая литература, я вкрашнулась просто в Виона. Я учила его стихи наизусть, подсаживала на них своих дружбанов, и вообще он мне очень сильно нравился. Потом, естественно, этот краш сменился, и вторым моим литературным крашем был товарищ из «Житейских воззрений» Катамура. Я как-нибудь про это отдельно расскажу. Но, в общем, когда я стояла, выбирала себе книги и прочитала, что эта книга на самом деле про Виона, это художественный вымысел, основывая история, я такая... Мне надо. И я ее взяла. Еще одна вещь, которую я утраканила, тоже очень сильно ее хотела, это немецкие народные легенды, издательство Libra. Это пересказ. Но пересказ с прекрасными иллюстрациями. Еще когда я ее листала, она, естественно, открылась на историю про Гамельского и Красолова. И я поняла, что мне это надо. Она, правда, очень клево оформлена, со всякими буквицами, с внутренними картинками. Сейчас я вам покажу. Очень атмосферными. И, по-моему, у меня от этих ребят еще есть что-то про Скандинавию. Как-нибудь я вам это зафоткаю и покажу. Подписывайтесь на мою телегу. Там, конечно, много житпоста, но книжечки там тоже мелькают. Еще мне сторговали. Вот это вот уже то, что я не хотела, но что мне сторговали. Это «Польчинелла» или «Развлечение для детей». Почему? Во-первых, это книжка, которую предлагается кастомно оформить. У меня где-то здесь лежат стикерочечки, которые можно взять любой из них и наклеить вот сюда, где пустое место как раз для стикера. Во-вторых, это книга про телесность в театре, про особенности телесности, про особенности жизни актеров. Она очень красивая внутри. Сейчас я вам что-нибудь открою. То есть, ну, понятное дело, что там классическая живопись, вся ерунда. Ну, и я ее схватила, короче, чисто как артефакт. Кстати, это издательство «Носорог». Они выпускают очень сложный для меня журнал, который они мне пытались заслать в обзор. Но оба раза, короче, у меня с ним что-то не сходилось. Потому что, как бы, где издательство «Носорог» и их журналы, где я и мой интеллектуальный уровень, короче. Вот. Последние две странные книги. Их по-хорошему надо бы снимать отдельной подсъемочкой. И, наверное, я потом просто сделаю вообще отдельное видео про красивые книжки у меня. Короче, наконец-то звезды сошлись. Звезды сошлись в плане того, что у меня есть библиотека в соседней комнате и пустые полки, на которые я могу ставить красивые книги. И у меня есть деньги, чтобы покупать себе альбомы по живописи. О, мой бог, наконец-то. Вот. Но с альбомами по живописи я пока не тороплюсь. Я хочу так осознанно к этому подойти, составить список художников и направлений, которые я хочу. И пока я начала покупать себе просто красивые книги, которые очень странные, но очень меня вдохновляют. Во-первых, я купила себе «Среди моря». Я показывала в телеге фотографии того, что там внутри. Это книга почти без текста. Это книга про альтернативную... Короче, интерпретации мифов о Средиземноморье. О том, что сначала суша и море были изменены местами. Короче, существовало море, и в нём были вот такие вот ожившие города. У неё есть вайбы Пиранезии. И Пиранезия как художника, и Пиранезия как книжки Сюзанны Кларк. У него, собственно, у неё в основе незримые города – это Алла Кальвина. И она очень красивая, очень странная, очень необычная и очень вдохновляющая. У неё очень интересный нарратив в плане, скажем, того, как рассказывается история. Я вам сейчас какую-нибудь картиночку покажу. И сами по себе вот эти вот живые города, они очень узнаваемые. Я вам покажу, как я говорю, Гибралтар. Вот, то есть тут прям классная игра с пространством, с образами, с мифологией и всем остальным. Очень крутая штука – это Ласка Пресс, это импринт, наверное, городца. У них очень необычные детские книги. И вторая штука, которую я себе отхапала – это «Снежная королева» с иллюстрацией Наламаева. У меня очень нежные чувства к «Снежной королеве», и я обещала себе, что я буду собирать книги с иллюстрациями, которые мне нравятся. Это вторая. Первая у меня уже есть, я её показывала в одном видео от господи от Аркадии, кажется, или кого-то из них, где мне очень нравились иллюстрации. Так что вот вторая штука в коллекцию. Начало положено. Буду держать вас в курсе. Ну и давайте к тому, что менее странное, более популярное. И вы, скорее всего, увидите эти книжки у большинства известных вам блогеров. Видите, мои хорошие. Ну что же, что же, что же. А, нет, тут будет кое-что, что, возможно, вы не у всех увидите. Ну, давайте начнём с довольно простого «Мятежная королева» Линна Тнони. Это австралийская какая-то разрекламированная фэнтези. Смотрите, как красиво проливается обложка. Она фольгированная. Это оригинальная обложка книги, ну, как бы с переведённым названием. Я так поняла, что это немножечко антиутопия. Здесь речь идёт про тюрьму. Ну, самая жуткая тюрьма континентов, в которой каждый день борьба за выживание. Вот, и потом в эту тюрьму попадает таинственная и мятежная королева. И главная героиня, как бы, должна принять участие в испытании. Господи, зачем я это купила? Короче, я решила, что нам нужно в книжном клубе почитать какую-нибудь одну из очень громких новинок. Выбор был между Королевством моста и Мятежной королевой. Я почитала ознакомительное Королевство моста, поняла, что я не хочу это читать вообще никаким образом. Мне это не нравится. И решила брать Нятежную королеву. Потом я обнаружила здесь Сарумаз. И Королевство моста тоже рекламируют как книгу, которая понравится поклонникам Сары Маз. Я уверена, что она понравится поклонникам Сары Маз. Но для меня Сарумаз была удивительно скучной. И я теперь немножко в сомнениях. Хотя на книгу были приятные отзывы у ребят, за которыми я слежу, и с которыми, в принципе, там вкусы более-менее совпадают. Посмотрим. Но, как бы, я надеюсь, что это не будет очередным фэнтези постоять в красивом платье рядом с красивым торсом. Следующая штука — это дорогая Венди. Как раз у меня был предзаказ. Вам не кажется? Вот вас не смущает центровка обложки, нет? Меня очень смущает. Вообще она до меня доехала без плёнки и немножко поцарапана. Ну да хрен с ним. Я, кстати, думала, что она будет больше. Она маленькая. Я уже попробовала. А в чём тут фишка? Это ритейлинг Питера Пэна про то, что Венди, типа, повзрослела. И она вернулась в Лондон, она выросла. Тут есть вайбы Американ Маги Эрис. Действительно, это так. То всё, как в блёрбе написано. Её пытались лечить в психбольнице, но, как бы, она сохранила память о волшебной стране. И тут этот мерзкий мальчишка Питер Пэн приходит за её дочерью. Мне немножко вайбит циклом Wayward Children у этой, моей любимой, Шэнон Магуайр, которая «В каждом сердце дверь», так, что я точно буду читать. И в этой серии, кстати, должна ещё быть интересная колючка, кажется. А вот ритейлинг «Красные шампочки» мне что-то пока не очень заходит. Ладно, что у нас дальше? Дальше. Дальше очень-очень долгожданная штука. Неопалимые Маргарет Роджерсон. Я очень люблю первые две книги, которые у нас выходили. «Магию Ворона» и «Магию шипов». Я просто... Короче, это был тот девочковый young adults fairy, который я хотела. Просто вот. Поэтому, когда я узнала, что выходит «Виспертина» и, как её перевели, неопалимые на русском, я такая просто «О да, конечно, пожалуйста, давайте её быстрее сюда». Очень клёво, кстати, я привыкла, что у мейнстрима более хреновый картон в обложке. У меня тоже тут немножко затреснул корешок. Вот. Здесь он плотнее как-то, и лак здесь лучше, чем раньше. Но когда я открыла титульник, тут есть ощущение, как будто бы они взяли слишком маленькое разрешение заглавия. Вот. И оно как-то немножечко мутное получилось. Вот. Но в остальном жду многого. Жду хорошая, бодрая фэнтези, которая мне понравится. Потому что, в принципе, обе книги Роджерсона мне понравились. И как-то у меня нет сомнений в том, что «Неопалимая» тоже будет достаточно хороша. Пока все любят Сару Масс, я люблю Маргарет Роджерсон. Вот. Еще одна штука, которую я отхватила с ней, это тоже мейнстрим. Это «Ренвинд» Леа Стэнберг, которая, кажется, Лена Соколова, российская писательница. Вот. Вайбы, как Тебрана, видятся мне здесь. У книги очень классное внутреннее оформление. Это то, что мне ее продало именно в бумажном виде. Потому что, видите, у нас пошла, короче, мода. Мы теперь можем вставлять цветные иллюстрации в книжки. Стоят книжки при этом, конечно, чуть дороже, чем хотелось бы. Но в целом жить можно. И такие вещи, на самом деле, меня очень радуют. Я многого не жду. Кстати, у серии «Очевидный ребрендинг». Все еще очень хреновый картон. Ты на него подышал, а он прогнулся. У серии «Очевидный ребрендинг». Это звезды молодежного фэнтези. Сейчас, секундочку. Вот вам «Клуб Рэйвин», который выходил в декабре, кажется. Вот вам «Ренвинд». Они немножко поменяли композу. Они начали делать леттеринг под каждую книжку. Они убрали вот эту вот плашечку. Ну, в общем, мне нравится, как ребята работают. Посмотрим, что еще у них будет выходить. Не все, что у них выходит, мне интересно. А, да, и белая бумага. Не все, что у них выходит, мне интересно. Но, в целом, как бы, наверное, это моя новая замена «Румфанта». Да, касательно «Румфанта». Давайте посмотрим, что у меня тут появилось. Во-первых, Майя с канала «Майя Линбокс» решила сделать мне подарок. И подарила мне трилогию Анастасии Волжской и Валерии Яблонцевой «Тайны Иллирии». Про эти книги я знаю мало что, но про них очень много говорила. Что Майя, что Лена Кэсси Эл. Это две барышни, за которыми я слежу еще с Нильза Грамма. Потому что по части развлекательной литературы у нас очень совпадают вкусы. Вот. Как бы, они обе говорили, что это хороший «Румфант». Это «Румфант» с сильной героиней. Так что мы с вами это обязательно почитаем. И еще одна вещь, которую я себе купила, это Анна Мирович «Дом Ворона». Меня дико бесит эта обложка. Хотя, кстати, в том числе из-за обложки я полезла читать. Потому что я очень долго думала, мальчик это или девочка. Так вот, это мальчик. Его зовут Авриль. Он сын, знаете, как это сказать, сын опального рода, который был уничтожен. От которого остались только он и его сестра. И чтобы не палиться, он, по сути, разыгрывает из себя юродивого в местном борделе. Ну, там такая система верований, что это такое, знаете, как бордель со жрицами. Он там просто на таких интересных ролях. Короче, ему нужно, по сути, спасти свою сестру. И меня бесит то, что эта книжка вышла в этой серии. Потому что я, как бы, прошла бы мимо неё, если бы не эта картинка. И если бы не моя мысль, чё в Ромфанте вот это вот как? Зачем? Кто разрешил? Наверное, это будет что-то мемное, как минимум. Я полезла читать книжку на Майбуке. И это ни хрена не Ромфанте. Это хорошее такое фэнтези с вайбами. Ну, многие говорили, что Игры Престолов. Потому что очень много интриг, очень много заговоров. Много мрачнины. Короче, оно прям хорошо. Я бы предпочла видеть его в какой-нибудь вообще другой серии. Потому что для тех, кто любит эту серию, скорее всего, это будет слишком жесть. А те люди, которым это прям вот самое настроение, они, наверное, даже пройдут мило. Что ещё у меня появилось? Эмили Дункан «Благословенные монстры» — это серия «Нечто тёмное и святое». Как-то так. Короче, у меня просто лежат первые две книжули. Я их купила когда-то из-за того, что я видела по ним крутые фан-арты у художницы, с которой я следила. Потом я выяснила, что у Эмили... Да, «Жестокие святые» первая часть называется. Потом я выяснила, что у Эмили Дункан был вокруг неё жуткий скандал, связанный с культурой отмены. Из-за того, что она позволила себе крайне неэтичное поведение по отношению к азиатским авторам, по-моему. Она обсуждала не качество книг, а внешность людей. И её там всячески отменяли. Она удалялась из Твиттера. Вот. Но как бы я решила, что хрен с ней, с культурой отмены. У меня первые две книжки есть. Пусть будет ещё последняя. Как бы... Ну, не понравится, в библиотеку отдам. Пускай лежит на полке, жрать оно не просит. И последние две книги. Во-первых, это «Прачет», «Держи марку» с иллюстрациями Полины Граф. Вы знаете мою историю с «Прачетом». То, что я пока что прочитала «Запоем» цикл про ведьм. И это был «Краш». У меня не пошли некоторые другие книги, но «Ведьмы» — это моя любовь. Ну и, в общем, как бы я собиралась читать цикл про Ликвига, потому что я смотрела «Почитарение» четыре раза. Весь этот почти четырёхчасовой фильм. Вот. И когда как бы я узнала, что будет оно в оформлении Полины... Я люблю Полину. Ещё с той поры, когда она была деточкой. Вот. Как бы мы с ней должны увидеться на следующей неделе. И ещё Ярослава Барсакова «Башня из грязи и веток», насчёт которой мы уже много мебели, что «Башня из говна и палок», и именно так её нужно было перевести на русский язык. И автор тоже про это писал в Твиттере. Вот. Это книжка, которая была номинирована на Небью Луэд. Это парень, который пишет... Ну, он из России, но он пишет изначально на русском. На английском. Он очень много кричал о том, что ему пишет блёрк сам Питер, мать его, оц. Короче, чел из твит. Чел из твит. Я так скучаю по Твиттеру. Вы бы знали. Но пока что это не то место, в которое нужно идти, когда у тебя нестабильная кокушандра, и поэтому я туда пока не хожу. Вот. Короче, я себе всё-таки купила «Башню из грязи и веток». Я знаю, что это сборник рассказов. Он очень антиутопичный, местами жёсткий, маленький. Вот. Ну, вот она у меня есть, и я этому очень рада. Сейчас я уточню, действительно ли это сборник рассказов. Нет, это не сборник. Нет. Да, это... Ну, да, по сути, это повесть «Башня из грязи и веток» и несколько рассказов. Мои девчонки читали, говорят, что, ну, скажем, сложно. Сложно не в плане текста, в плане того, что местами это не та литература, куда ты идёшь за личным комфортом. Вот такая вот ерунда. Вот и вся моя гора книг. Жду пару посылок. В том числе жду «Полусолнце» от «Ман Иванов и Ферпер». Прочитала я «Железную вдову». Ох, это было очень хорошо и славно. Через какое-то время я сниму вам прочитанное. Вот. Потому что хочу ещё немножечко начитать книжулик, чтобы оно было побольше. Ну, и как-то вот так вот. Из этих книг я совершенно точно буду скоро, ну, в скором времени буду читать «Мятежную королеву». Я совершенно точно в июле буду читать «Неополимую», потому что хочу дать её в книжный клуб. Вот. Я точно скоро прочитаю «Байтела». «Радина» буду читать долго. Ну, просто потому что книги «Элтонг» — это не то, что ты читаешь за два дня. Они тяжёлые в этом плане. Вот такие вот дела. Можете написать мне в комментариях, что из новинок последних купили вы, что вам понравилось, на что вы смотрите, но пока ещё не решились. И я пока что стараюсь выдерживать два видео в неделю. И, возможно, через какое-то время я просто начну снимать вам что-то вроде пятничных чтений и буду рассказывать про свои планы на выходные. Потому что, наконец-то, у меня по два выходных. Они выходные разбиты, скажем так, растянуты на непонятно какие дни в неделю. Вот. Поэтому у меня чуть больше энергии и чуть больше возможностей, на самом деле. Спасибо большое за просмотр. Напоминаю, что у нас в предыдущем видео был... Или это видео выйдет, когда уже этот розыгрыш пройдёт? Ну, короче, у нас там был розыгрыш книжек Ульяна Черкасовой. И если это видео выходит до того, как он закончится, я обязательно вам закину сюда ссылку на него. Вот. Всем большое спасибо. Увидимся в следующих видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok